Карнавал, посвященный открытию курортного сезона, традиционно проводится в конце мая, но в этом году он будет отменен из-за активной подготовки к Чемпионату мира по футболу. Мы тоже сегодня реально понимаем, что с точки зрения безопасности в это время уже будет все готово к Чемпионату мира по футболу. И естественно, что в этой ситуации, наверное, правильно было бы принять решение в этом году, карнавал не проводить. Глава города уточнил, что в соответствии с указом президента России с 25 мая в городах, принимающих Мундиаль, проведение массовых мероприятий будет ограничено. Отсутствие карнавала будет компенсировано другими многочисленными мероприятиями, которые состоятся в Сочи в рамках проведения Чемпионата мира по футболу. В первую очередь это фестиваль болельщиков FIFA с участием звезд отечественной и зарубежной эстрады, который пройдет на площади у Южного Мола. Планируется, что в период с 14 июня по 15 июля в Сочи побывает до 250 тысяч гостей. С особой тщательностью идет подготовка сочинского общественного транспорта. Как известно, уже 100 автобусов оборудованы устройствами без наличного расчета. Планируется в течение двух месяцев оснастить ими весь подвижной состав Сочи автотранса. А это более 340 автобусов и подключить к данной работе частные автотранспортные предприятия. Сбербанк устанавливает на автобусах данные системы без наличного расчета как инвесторы. То есть предприятия коммерческие, они не тратят своих оборотных денежных средств для того, чтобы модернизировать свой подвижной состав. Будет создана комиссия по безопасности дорожного движения, которая оценит готовность уличных трасс. Там, где необходимость делают как ямочный, так и капитальный ремонт дорожного полотна. Только в первом квартале на эти цели выделено 260 миллионов рублей, 247 из которых – краевые средства. И сегодня же назначен новый директор Департамента городского хозяйства администрации Сочи. Эту должность займет Алексей Толмачев. С 1997 года он занимал руководящие должности в области коммунальной инфраструктуры. До нового назначения был исполняющим обязанности директор МУП Сочи «Водосток». Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ».